В начале года мы обычно ставим цели и планы, потому что начало года это намного лучше, чем понедельник для дня старта новой жизни. Потому что психологически поддерживает ощущение начала. Потом проходит несколько месяцев и выясняется, что та мотивация, которая была связана с этим эффектом начала, уже куда-то подевалась. Прошел значительный кусок года, а ВОЗ и ныне там, вместе с весом, если вдруг речь шла про задачу похудеть. Если у вас есть какая-то любая задача, которую вы себе неоднократно ставили и в конце года снова переносили планы на будущий год, похудеть, выучить английский, чего-то достичь, закончить ремонт в квартире, тогда это видео для вас. Я расскажу про 5 ошибок и, соответственно, 5 способов их решить, которые мы часто допускаем в связи с закономерностями влияния нашего сознания на действия. Ну а также, как успеть перестроиться, чтобы за остаток года все-таки реализовать намеченное. Полезная ссылка по традиции под видео, а мы, не откладывая в долгий ящик, сразу переходим к практике. Опишите вашу нерешаемую проблему в комментариях под видео. Почему предлагаю вам это сделать? Когда мы буквально выносим проблему из себя, происходит психологическое отделение от проблемы и появляется возможность посмотреть на нее со стороны. А со стороны, как известно, лучше видно. Пока вы носите проблему внутри, вам мешает личное к ней отношение. Очень часто это ограничивающее отношение. Пишите, тем более, что авторы комментариев под нашими видео имеют шанс выиграть полезный психологический пресс месяца. А если сейчас возникает внутренний ступор, нежелание или невозможность сформулировать вашу нерешаемую задачку, то вам вдвойне полезно будет это сделать. Есть такое наблюдение. Если вы не готовы заявить о своей задаче миру, значит нет и внутренней готовности ее достичь. Опасение обозначить свою проблему, это может быть проосторожность, про склонность забраться в раковину, там, страх сглазить. И пока все это происходит, ваши возможности проплывают мимо. Что делать, чтобы сформировать внутреннюю готовность получить желаемое? Снять внутренний конфликт, когда и хочу, и где-то еще не хочу, например, боюсь. Как удержать мотивацию и не слиться? Вот об этом далее в этом видео. И неважно, в какой области лежит ваша цель. Отношения, карьера, деньги или что-то еще. Я просто буду рассматривать на примерах со снижением веса. Поделюсь и личным опытом, и наблюдениями за теми людьми, с которыми я работала как психолог, и кто не просто похудел, а изменил свою жизнь. Иногда довольно круто. И, возможно, что-то полезное вы возьмете для себя из этого опыта. Первое. Адекватная постановка целей. Нашему мозгу свойственно такое когнитивное искажение, искажение сознания. Мы склонны переоценивать свои возможности в будущем. И ставим нереалистичные цели. Задираем планку, потому что хотим все и сразу, побыстрее, и чтобы нам за это ничего не было. Сбросить 10 килограмм за неделю, влезть в свадебное платье. Я, конечно, немного утрирую, но и с такими запросами ко мне тоже обращались. А на вопрос, а с чего вы взяли, что это возможно, слышал ответ. Ну вот, в рекламе какого-то марафона или какой-то там диеты так написано. И подобная реклама ловит нас за страстишку. Мы хотим получить все и сразу и не платить за это большими усилиями. И вот конкретный пример, как работает такое искажение сознания. Когда мы даем рекламу наших игр, мы никогда не обещаем, что за неделю игры вы похудеете. Мы говорим, вы запустите процесс снижения веса. И показываем примеры людей, которые похудели на 2-3, а кто-то даже на 7 и вот на сегодня рекорд 10 килограммов за неделю без диеты тренажера. И несмотря на то, что мы не только не гарантируем такие результаты, но и всячески подчеркиваем, что смысл игры запустить процесс снижения веса. И все равно на каждые несколько тысяч участников находятся несколько тех, кто выражает недовольство. Где мой результат? К слову, именно такие эмоции, раздражение, неприятие, внутренние претензии некоторые обычно блокируют снижение веса. Но об этом поговорим в другой раз. И если первая часть этой ошибки завышенной цели, то вторая часть, так называемый эффект потом. Эффект того же Нового года или синдром понедельника. Когда мы говорим себе, вот с понедельника или с Нового года я начну худеть, а пока подчищу холодильник. И здесь причиной прокрастинации тоже становится пугающе большая цель. Если у, например, вашего лишнего веса или у до сих пор нерешенной задачи есть какие-то выгоды, то тогда сама по себе большая поставленная цель, ну, допустим, минус 30 килограммов, будет вызывать сопротивление и откладывание. Это внутренний конфликт. Его нужно устранять с психологом. А цель в этом случае ставить промежуточную, не такую пугающую. А когда вы ее достигнете, тогда уже можно ставить следующую цель. То есть, что делать? В идеале планировать задачи на ближайшие 1-2-3 месяца. И если цель большая, не укладывается в эти временные рамки, то ставить промежуточные вехи. Ну, например, избавиться от переедания по вечерам и сбросить 2-3 килограмма. Эта цель не будет вас пугать. Второе. Трезвая оценка возможностей. Мы переоцениваем себя в будущем и недооцениваем свои способности в настоящем. Ну, например, свои способности рано вставать, чтобы сделать утреннюю зарядку. Мы говорим, ну, нет, каждый день я не смогу. И закрываем для себя эту дверь. Может, потому что когда-то уже пробовали и не справились. Например, когда-то поставили себе нереально высокую планку и не допрыгнули. Ну, например, каждое утро пробегать 5 километров. Один раз пробежали, на завтра все тело болит. И послезавтра мы уже откладываем. Что может происходить с вами вместо этого? Вместо того, чтобы вставать на час раньше и совершать спортивные подвиги, вы можете встать на 15 минут раньше и сделать легкую утреннюю зарядку. И делать это каждый день. И вот уже у вас постепенно уходит это мнение о себе, что я не смогу. Причем без стресса и ноющих мышц. Как поднять уверенность в себе? Смотрите на нашем канале видео от самооценки до самооценки. И там вы получите много полезных рекомендаций. Третье. Фокус на цели. Кажется, что я уже все, я готова, я стремлюсь к своей цели, ни на минуту об этом не забываю. Но это иллюзии. Еще одно когнитивное искажение. Потому что внимание оттягивает повседневные дела. И привычки буквально перехватывают управление. И вот вы уже обнаруживаете, что сидя за книгой, совершенно незаметно съели свою обычную порцию и уже идете за добавкой. А сытости нет. Потому что в этот момент вы не помнили о цели. Сознание было занято, ну, например, книгой. Или вам может просто не хватить психической энергии на вашу цель. Например, когда вы в стрессе. Вы вроде бы помните, что вы на диете. Но потребность заесть, она сильнее мечты о стройной талии, которая может будет, может не будет когда-то в будущем. Ошибкой будет недооценивать простые рекомендации про удержание фокуса на цели. Например, визуализация. Различные картинки с символом этом. Заставки на телефоне, напоминалки в телефоне. Коллажи мечты, какие-то записочки себе. Оперек на холодильник. Потому что, куда направлено ваше внимание, туда течет и ваша энергия. И того становится больше в вашей жизни. Хотите, чтобы ваша цель наполнялась энергией и вас подпитывала? Не пренебрегайте визуализацией. Это абсолютно бесплатный способ поддерживать вашу мотивацию. Только помните, что визуализацию нужно периодически менять, чтобы глаз не замыливался. Тот же самый коллаж мечты можно перевешивать в разные места по квартире, например. Четвертое. Регулярные действия. И это даже, наверное, самое важное. Собираетесь выучить иностранный язык? Лучше заниматься каждый день по полчаса, чем раз в неделю посвятить этому целый день. Собираетесь похудеть? Внедряйте здоровые привычки каждый день, а не от случая к случаю. Важен ритм и последовательность. Это помогает сформировать новые нейронные связи, новые привычки, которые приведут к тому, что дальше, к своим целям, вы будете двигаться уже на автопилоте. Вот поэтому, например, в моей программе «Прививка от лишнего веса» задания открываются ежедневно понемногу, чтобы без стресса и насилия за три месяца программы участницы входили в определенный ритм и потом продолжали стройнеть. Просто потому, что выработалась полезная привычка, ну, например, вовремя выгружать свои обиды, стрессы до того, как они уже осели на талии. Привычка поддерживать свое ресурсное состояние. За это время формируются навыки. Пятый пункт – окружение. Это очень значимая составляющая в любом успехе. Основатель Международной Федерации Коучинга считает, что окружение – это 50% достижения результата. Ведь мы считываем качество тех, с кем проводим свое время. У нас в мозгу есть так называемые зеркальные нейроны, благодаря которым мы бессознательно копируем, подстраиваемся под свое окружение. Поэтому, если хотите достичь конкретного результата, постарайтесь попасть в окружение людей, которые либо уже этого достигли, либо двигаются в том же направлении. И, возможно, именно поэтому самыми эффективными среди 700 способов снижения веса являются групповые программы. Особенно с личным кураторством, когда есть, ну, так называемые наставники, кураторы, которые уже своего результата достигли. Как изменить свое окружение? Вступайте в различные профильные группы в соцсетях, проходите тренинги, приходите в спортивный зал, даже если ваша фигура пока еще далека от идеала. Но когда ваш глаз все время натыкается на людей, которые тренируются и занимаются телом, то у вас сдвигается понятие нормы. Вы привыкаете видеть норму в стройном теле, а не в лишних килограммах. И это означает, что уже сдвинулось что-то в вашем сознании. Изменение сознания – это 40% результата. Что же остается на последние 10? Это знания. Как видите, про диеты, виды тренажеров. Можно даже не зависать на этом этапе. Даже если вы не знаете, как вы будете двигаться к своей цели, это не повод откладывать старт ваших действий. Совершайте регулярные и простые действия, найдите поддерживающее окружение, поставьте адекватную цель и желаю вам отличных результатов. Если, как в моих примерах, ваша цель – это снижение веса, буду рада вам нашей прививке, единственной программе снижения веса без диеты-тренажеров, которая прошла клиническое тестирование на базе ступо-питания. С вами была Галина Турецкая, психолог, амбитатолог, эксперт по лишним килограммам. А по ссылке под видео для вас по традиции приготовлена полезность. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Тогда вы будете получать уведомления, а у нас впереди новые горячие темы, не только прохиды. Субтитры сделал DimaTorzok